Как много документальных источников вы использовали, когда и сколько вообще времени приняла подготовка к ним? Ну, начиная с весны, по сути дела, до сегодняшнего дня, потому что каждый день поступают какие-то новые материалы. Но основные архивные документы связаны с битвой за Нарву, архивные документы связаны с застройкой Нарвы послевоенной. Вот мне Давид Севьев подарил такую книгу, он как раз написал книгу о послевоенной Нарве, и вот там прямо все эти документы есть. И это в основном еще беседы с историками, документальные совершенно открытки, которые написаны, ну, это довоенная Нарва, которую читают актеры. Воспоминания людей, которые были использованы, это тоже документальные воспоминания. Самым большим открытием то, что Нарва не была разрушена во время войны. Потому что я тоже знала этот устойчивый миф о том, что во время войны Нарва была разрушена на 98%. Поэтому восстанавливать было нечего. Поэтому в Нарве осталось два дома. Поэтому вот Нарва, она такая, какая она есть сейчас. Когда я стала работать с документами, общаться с историками, я выяснила, что в Нарве не просто не три дома осталось, а подлежали восстановлению около сотни домов. На улице Пагори, например, люди прямо жили. На первые этажи домов были повреждены крыши, первые этажи домов были сохранены настолько, что люди прямо жили на улице Пагори. Церкви и соборы, которые были в Нарве, они тоже не пострадали фатально. Их можно было все восстановить, но просто строителям коммунизма соборы были не нужны, поэтому их сносили. Это не просто надо в рамках какой-то школьной программы, а вот просто необходимо человеку глубоко изучать историю. Потому что только понимая историю, понимая процессы, которые происходят, ты можешь попробовать понять, что происходит вокруг нас сейчас. В противном случае нас будет рано или поздно возвращать на этот круг, и мы еще раз будем проходить тот урок, который мы уже проходили. Да, конечно. Я обязательно встречусь с этой женщиной, я услышу, что она мне расскажет. И если что-то будет кардинально интересное, я это включу. У меня следующие спектакли в Таллине 12-13 числа, поскольку документальный спектакль всегда легко обновляется, в него добавляются материалы. Поэтому если вдруг что-то кардинально интересное будет, то, естественно, я этим воспользуюсь. Да, я знаю про планы восстановления Нарвы. И на самом деле это было бы здорово. На самом деле это было бы здорово. Потому что, например, в Минске, который тоже был разрушен, есть Троицкое предместие. То есть есть район, в котором воссоздан старый Минск, в котором ты можешь почувствовать вот эту атмосферу старого города. Мне кажется, что то же самое можно было бы сделать с Нарвой, и можно было бы воссоздать, и можно было бы там разместить какие-то кафе, какие-то мастерские. Вот как Катарина Кяйк в Таллине, когда есть стеклодувные мастерские, когда есть кузнецкие мастерские, когда есть вот этим всем может быть. Мне кажется, что даже экономически это могло бы окупаться. Поможет ли такой спектакль? Ну, мне кажется, да, что чем больше людей на это посмотрят, тем, может быть, у большего количества людей действительно захочется воссоздать. Создать кусочек реальной нарвы, а не сделать ее виртуальную.